Слышу голос из прекрасного далёка. Это плохо? Это неплохо, это красиво. Голос утренний в серебряной росе. Она такая звонкая, звонкая, все так поют. Это так, это было так. Школа фанации. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Женя Егорова, это Школа фанации. И сегодня мы разберём одну из важнейших ошибок при выборе репертуара для себя. Естественно, что если вы уже очень опытный вокалист, то, скорее всего, ничего нового вы здесь, я очень на это надеюсь, не услышите. Но если вы только начинаете этот путь, я начинаю путь, то тогда вам необходимо знать некоторые секреты подбора репертуара. И вот один из них. Первое, это вы должны чётко понимать, что такое диапазон, что такое тесситура и что такое тональность. Не обязательно понимать это с точки зрения науки. Я, естественно, прочитала, как и любой вокалист, как и любой вокальный педагог, как и любой исполнитель, уважающий профессию, массу книг. Вот выставила. Вот это классная книжка про голос. Отлично. Это теория музыки. Я пытаюсь грызть на испанском. У меня куча пособий, в том числе и льва борисов. Короче говоря, чётенька умная, начитанная в этом вопросе. Что я вам хочу сказать? Всё это вам, если вы не знаете нотной грамоты и понятия не имеете, что такое тесситура, что такое диапазон, что такое тональность, пока мало пригодится. Но я могу показать вам, я знаю один секрет, выход там же, где и вход. Смотрите, если вы практикующий вокалист и знаете хотя бы какие-то нотки, то вы, наверное, знаете, если интересовались, где ваши ноты, где ваш диапазон, какая ваша тесситура. Как правило, если вы обычный среднестатистический вокалист, где-то вы хватаете от ля, и, может быть, у вас идёт диапазончик, ну, наверное, до до. Это в среднем. И он со временем, этот диапазон, может расширяться. Не до безграничности, но, тем не менее, может. Но дело в том, что все песни, которые нам хочется петь на фестивалях, которые гуляют из программы в программу, которые гуляют из одного праздника в другой праздник, Ну, они редко бывают малодиапазонные. Как правило, мы натыкаемся на три проблемы. Первая проблема – это высокие ноты, которые не схватить. Вторая проблема – это мощный звук, который тоже показатель обученности или супер-мега-таланта, что бывает редко в основном обученности, потому что, если не обучен, скорее всего, орёт. Редко когда, прям поёт. Ну, редко. Раньше такое было чаще, сейчас редко. Итак, высокие ноты, мощный звук, да? И дыхание, наше любимое. Нехватка дыхания. Если взяли какую-то лиричную протяжную песню, дыхание не умеете совладать, вы даже можете дома петь спокойно, мягко, плавно. И вроде как вам хватает дыхания, вы вышли на публику, у вас сердце... Потому что стресс, диафрагма подтряхивает, вас подтряхивает, у вас будет вместо гладкого звука... Да? И будет где-то там надо... Ля-а-а-а-а... А у вас будет... Ля-а-а-а-а-а-а... Вот это всё. Это что? Это не что иное, как владение своим собственным дыханием. Вот и всего лишь. И, конечно, это надо учитывать, если вы собираетесь идти на публику. Если вам песню предлагает вокальный педагог, не смейте с ним спорить. Он знает, для чего он эту песню вам предлагает. Не для того, чтобы вы получили эстетическое удовольствие и наслаждение, а для того, чтобы вы чему-то научились, чтобы вы прошли дальше в зоне своего ближайшего развития, развились еще. Поэтому не спорьте, педагогу надо доверять. Но прежде чем доверять, конечно, посмотрите видео, как выбирать педагога. Оставлю ссылку на всякий случай, вдруг вы не знаете, как выбирать и на что обращать внимание, когда выбираешь вокального педагога себе. Вот, не на цену. На цену можно обращать, но я вам хочу сказать, что хорошие вокальные педагоги работают по нормальным, обычным, даже меньше, чем средним ценам. А вот те, которые заламывают вот такие цены, это надо подумать, откуда взялась такая стоимость. Если это, конечно, не звездный педагог, как Пенкин, Долина, там и все. Вот. Итак, что мы должны с вами посмотреть? Мы должны с вами посмотреть либо в ноты и увидеть, что там эта высокая нота, либо найти вариант минусовки и с этой минусовкой помурлыкать. Но есть одно «но» для тех, кто все-таки хочет правильно исполнять. Когда вы смотрите в ноты, во-первых, это быстрее, вы сразу увидите. Если вы знаете, что ваша крайняя нота, ну, рабочая, я понимаю, что в распевке она может хвататься у вас даже, ну, не знаю, там, нуля, си, бемоль, до, если вы эстрадный вокалист, да, вот эти упражнения или там еще какие-то раскатывают, или стакката отрывистая, вы можете схватить эти ноты. Но на этих нотах устоять хорошо и крепко во время исполнения произведения, тем более на публике вы не сможете, поэтому надо опускаться, надо идти в рабочий диапазон. Рабочий диапазон гораздо меньше, чем диапазон, на котором мы с вами распеваемся в классе. Поэтому лучше «выше до» на концерт не брать, если вы не профессиональный вокалист, и у вас нету такой цели выдать что-то «вау». Даже на конкурсах, на том же Евровидении, на Интервидении, на любом голосе, да, стараются брать удобные, устойчивые средние ноты. Редко, когда встретишь, кто поет ваши си, бемоль, си, бемоль, си. Редко дети хватает до диез, может иногда ре, но это прям вау, какой должен быть именно верхний регистр. Поэтому не надо себе льстить, давайте пойдем туда, где удобно, и это должно звучать красиво. Сегодня я вам покажу три песни, которые гуляют из концерта в концерт, из фестиваля в фестиваль, из праздника в праздник. Им уже 300 миллионов лет, но эти песни никак не уходят из нашей жизни, и слава богу, потому что сейчас хороших новых песен немного, а старые переосмысливаются и показываются публике по-новому. А некоторые, между прочим, кто поздно родились, они даже вообще таких песен не знают, поэтому будьте внимательны. И сейчас мы с вами посмотрим. Я вам покажу нотки, где взять, и я вам покажу, на что обратить внимание. И вам даже, может быть, будет сюрприз, потому что и вы знаете эти песни хорошо, но в некоторых кусочках мелодии, скорее всего, вы запомнили неправильно, а ноты в этом помогают разобраться. Внимание, смотрим. Мы смотрим три песни, без которых не обходится ни один календарный год. Эти песни часто бывают в плейлистах разных мероприятий, от конкурсов вокалистов до фестивалей и праздничных дней. Поэтому, внимание, что можно сделать, если вы хотите спеть что-то подобное. Во-первых, сразу смотрим на жанр. Мы с вами уже разобрались, что важно. Это высокие ноты, дыхание и плотное голосообразование в некоторых песнях. Ну или фальцетное такое резонаторное голосообразование, смотря где и что нужно. Смотрим с вами песню по диапазону, по дыханию и по стилистике, по голосообразованию. Песенка о капитании. Сразу что вспоминается Дунаевского. Вот она, эта песня. Посмотрите, пожалуйста. Специально для вас открываю этот сайт. Замечательный. Называется «Нотархив». Песенка о капитании. Вот она. Здесь полностью партитура. Верхняя строчка – это голос, кто не знает. А две нижние строчки – это у нас аккомпанемент. Мы с вами смотрим на верхнюю голосовую строчку. Отмечаем, что песня в размере 4 четверти. Два знака при ключе, значит тональность Ре мажор. Смотрим. Первое, что мы ищем, это высокие ноты. Как мы их ищем элементарно. Если вы владеете, вы играете. Если вы не владеете, вы слушаете оригинальный плюс или слушаете минусовку и пытаетесь это все дело пропеть. А лучше все-таки обнаружить эту ноту и нажать на инструменте, если вы знаете свой диапазон. Смотрим. Все здесь в порядке. Дальше. Здесь высокая Си. Вот она. Пока ничего выше нет. Ну, там будет, конечно, дальше. Раз 15. И вот она пришла к нам в нота Ре, которая в такой песне, как Капитан, с такой стилистикой мощной, да? Песня яркая, мотивирующая. Значит, вряд ли здесь подойдет голосообразование. Такое, да, резонаторное. Погибал среди акул. Мы так не можем. Даже сама строчка. Погибал среди акул. Ну, это если только вы хохму какую-то делаете, можно. Но вообще здесь нужно спеть плотно в этом месте. И поэтому, либо у вас голос такой плотный, с большим диапазоном, что вы можете там спокойно себе Погибал среди акул. Выдать ее, эту ноту, если у вас получается. Либо уйти тональностью ниже. Но здесь еще, поскольку эта нота, если бы она была одна-единственная в этой песне, можно было бы ее оставить. Почему? Потому что мы ее могли бы бросить. Есть упражнение вокальника. Вот такое вот. И мы могли бы ее сделать. Погибал среди акул. Бросить ее. И она бы выскочила. Но, к нашему сожалению, там она еще будет. Сверху. Но ни разу даже глазом не моргнул. Здесь все более-менее, кроме этой до. Но, если берете ре, возьмете и до. Дальше смотрим. Угу. У кого не так в мелодии. Ну-ка проверяем. И в беде, и в бою. Напевал он всюду песенку. Фабикар свою. И потом пошел припев. Здесь все было понятно. Все удобно. Споет любой вокалист. А вот дальше смотрим. Капитан, капитан. Улыбнитесь. Удобно. Ведь улыбка – это флаг корабля. Пройдет, да? Хотя корабля – ля. Часто бывает переходной нотой. Может быть, неудобно. Но, допустим. Капитан, капитан. И вот это место. Когда идет, слушайте мелодию. Капитан, капитан, подтянитесь. И здесь две стынатные ноты. Но мы с вами, вспомните, привыкли к мелодии, которые идут так. Подтянитесь. Да? Это больше на слуху. Кто-то из вокалистов когда-то это переделал. Честно говоря, поскольку мы уходим немножко в прошлое сейчас и смотрим на то, что было раньше, берем новые песни, но все-таки эмоционально хотим окрасить это более современными звуками. То вот это «потянитесь» – это, конечно, уже не очень похоже на то, что все поют. Поэтому, конечно, надо петь современным звуком. И, возможно, этот ход стоит оставить. Несмотря на то, что композитор написал по-другому. Я всегда за композитора. Но вы тут смотрите. Здесь вот это допускается как раз. Потому что, если вы поете не те ноты критические, то есть вместо хроматической поете просто ровные тоны, то это, конечно, ай-яй-яй. То есть это значит, что вы не знаете нотный материал. Так, подтянитесь и пошли дальше. Сверху. Все. Мы выяснили с вами самые сложные места. И они оказались вот здесь. Две ноты ре астенатные, да, или просто последняя. И в начале тоже самая была нотка ре. Вот здесь. Что мы можем с этим сделать? Если вас тональность устраивает, что вряд ли, потому что высокая нота ре, она еще в такой стилистике, она должна быть мощная. Если у вас голос, как у Ларисы Дольной, крутой, яркий, и вы можете мощно здесь спеть, чтобы она блестяще звучала, а не так, как будто вам, не знаю, там на ногу наступили, и вы не можете ногу вытянуть. То есть должно быть что-то такое, чтобы это помогало дышать. А если будет сковывать движение тех, кто слушает, это уже ай-яй-яй. Поэтому, если это так, то мы, если сковывать движение, мы стараемся с вами понизить тональность. Понимая, что начинается с третьей ступени. «Жил отважный капитан, он объездил много стран. Подтянитесь!» Тогда будет до диез. Подходит вам до диез? Не знаю. Может быть, еще ниже в стой дойти. «Жил отважный капитан, он объездил много стран. Подтянитесь!» Может быть, здесь. То есть тональность понижаем. Как мы это делаем? Мы заходим на специальный сайт «Х-минус», например, или любой другой. Ищем… Вот, песня уже найдена. И смотрим… Капитан, улыбнитесь. Смотрим. Вот так мы ее вставляем. И смотрим разные варианты минусовок. Подбираем себе удобную. Если неудобно, мы можем всегда ее понизить, обработать. И вуаля, она готова. Но, смотрите, сильно этим не увлекайтесь. Потому что, если вы переусердствуете, то она немножко исказит частотку. Хотя, смотря для чего вам это нужно. Если для каких-то общих уличных мероприятий, и там и так все, звук гуляет и так далее, и нет особых требований. В принципе, если вы опустите на 2 полутона, на 1 тонн минусовку, ничего страшного не произойдет. Но вы можете поискать и найти минусовки, которые будут отвечать вашим запросам и сразу, без этих вот моментов. Например, вот есть минусовка. Какая тональность? Тональность Си бемоль мажор. Еще ниже. Я вам показывала от До, от До показывала. Желотважный капитан. А тут еще ниже. Желотважный капитан. И еще ниже. Желотважный капитан, подтянитесь. Вообще элементарно Си бемоль. Это споет каждый вокалист, который хоть немножечко что-то такое понимает, как делать. Все. С этой песней понятно. Главное, что мы здесь. Дыхание здесь легкое. Здесь ничего такого сложного нет. Хвосты вот такие длинные. Но если у вас не хватает дыхания и силы в голосе, их можно, в принципе, бросить. Это не очень хорошо. Но это можно сделать. Это не страшно. Так как в другой песне под названием... По-моему, да, «Крылатые качели». Да, в «Крылатых качелях» эта история. Вот смотрите. «Крылатые качели». То же самое. Песня «Крылатого». Смотрим тональность. Си бемоль. Она минорная. Значит, у нас, скорее всего, ре минор. Ре минор. Все просто пока, да? Но сразу обращаю ваше внимание. Если в самом начале первая фраза начинается сразу высоковато... В юном месяце апреля, в старом парке тает снег. Сразу начинается высоко. Это значит, что дальше развитие. Естественно, что песня диапазонистая. Развитие будет идти вдаль и вперед. И у нас с вами окажется так, что здесь где-нибудь будет подводный камень. Смотрим. «Начинают свой разбег». Да. Далее. У кого так в мелодии? «Сердце замерло в груди». Часто слышу. «Сердце замерло в груди». А композитор написал здесь Си. Вот на эту ноту. Обратите внимание. «Сердце замерло в груди». Это важно. А дальше уже идет недосягаемая практически для многих нота Ре, которая держится на одной строчке долго. То есть нота астенатная. И это Ре-Ре-Ре-Ре. Ух, слишком высоко. Не говоря уж о припеве. В припеве. Взмывая. Кстати, не сверху взмывая, а снизу. Взмывая. И здесь не Фе-А. Казалось бы, да? Ну, тоже неприятный скачок на Си. Да. Не ведая преград с диезиком вот здесь. И потом убийственный номер в октаву Ре-Ре-Ре. Та-та-та-та-та-та-та-та. Очень сложный момент. И опять. Так, летят-летят. И куда-то мы уходим. Летят. Вот. Что делать? Крылатые качели петь охота, тональность не подходит. Таким же образом. Смотрим в верхнюю ноту. Это была Ре. Для нас высоко. Мы с вами уходим. Пробуем пониже. Если у нас в Ре-Миноре верхняя Ре, то в Ду-Диез-Миноре будет верхняя Ду-Диез. А в Ду-Миноре будет верхняя Ду. Вью на месяце апреля. Та-та-та-та-та-та. Если у вас высокий, тонкий, звонкий голос, и вы достаете нотки, и есть микрофон, и вы прозвучите, можно, в принципе, брать эту же тональность. Но смотрите, чтобы это было адекватно. Если она вам не подходит откровенно, не надо из себя делать хуже, чем есть. Вот для минор. Прекрасно. Разве это не красиво? Это красиво, когда ваш голос звучит естественно и привлекательно. Не надо брать фонограммы, как одежду по номеру некоторые берут. У меня номер 45. Я в другом не пойду. Вот у меня номер 46 одежды. Я буду влазить в него, даже если тресну. Или если он будет болтаться, все равно куплю, потому что у меня номер 46. Нужно примерять, чтобы вам было красиво. Также и с песней. Если вам некрасиво, вам неудобно. Слушать это невозможно. Надо менять тональность пониже. Если нет такой минусовки, заказывайте ее у какого-нибудь аранжировщика. Но влазить в чужую минусовку, из последних сил тратя свое здоровье на это, очень сильно вам не советую. Потому что потом будет долгий, утомительный, восстановительный процесс. Так, с этой песней понятно. И последняя песня, прекрасная, далека. Песни эти не уходят из нашей жизни, как вы понимаете. Они с нами остаются. Песни остаются с человеком. Без этих песен, как без кота и жизни не та. Песни эти будут, есть и были всегда. Во всяком случае, прекрасная, далека появилась, по-моему, когда «Гости из будущего» вышел фильм. Это было в 80... Помню, что показывали первый раз по телевизору «Гости из будущего», как раз, когда были весенние или осенние каникулы. Как раз там Леонид Ильич почил. И вот как раз были грустные каникулы какие-то. Я помню, мы смотрелись «Подружка». Я, по-моему, была во втором классе. Вот. И тогда «Прекрасная, далека». Боже, какая божественная песня. Мы только и ждали этих титров, вот этих вот, какие-то вертушки там такие были странные. И вот это «Прекрасная, далека» было очень... Да-да-да, музыка такая очень красивая. Так вот, «Прекрасная, далека» смотрим, что здесь с диапазоном нам понаписали. Смотрим. Я уже вас научила, кто не умеет в нотах разбираться, что верхняя строчка. Вот видите, тут еще идет мелодия проводится. Наверное, для хора какая-то штука. Да, наверное, это хор. Не знаю, что это, да, ну, какие-то. Вот здесь мы смотрим соло. Вот, видите, соло. До минор, да? Нет, для минор. Смотрим. Поехали. Так, слышу. Пока все очень удобно, да? Очень все удобно, дальше кружит голову. Прекрасная! Помните, что говорила вам про ноту, которая повторяется миллион раз на одной и той же высоте? Называется нота астенатная, и это очень сложный вокальный момент. Когда нота одна и та же, даже в удобном месте ее трудно удержать. Потому что мы живой организм, и у нас что-то там где-то, да. А тут... Прекрасная, далеко, не будь ко мне жестоко. Если с этим уже сложности все, надо искать тонализ. А здесь еще веселей. Вот как написали. Аж на до фа. Печалька. Песня высокая. Насколько же ее надо понизить? Как вы думаете? Мы смотрим с вами тональность до минор. Ой, тональность ля минор. Самая высокая нота фа. Давайте пойдем от высокой ноты. Попробуем. Поскольку сильно низких не было нот, они все как-то от до и выше, да. Может быть, си где-то проскочил. И мы с вами от фа мотаем столько нот, сколько мы сможем, докуда мы сможем достать. То есть минимум до до. То есть минимум на кварту вниз. Минимум. Тем более, что это в опевании фа идет. Смотрите, какое это место. Там фа идет, она не проходная. Ой, там фа идет, она проходная как раз. Смотрите. Что значит проходная? Это значит, что она зацепилась и ушла. Вот она идет. Можно я не буду там пищать высоко? И внизу споя нот, там не будь ко мне жестоко, жестоко, не будь, жестоко, не будь. Там та-та, та-та-та. И все, и она ушла. То есть они не стоят на этой фа. Значит, она не настолько критическая. Значит, мы смотрим от ми, которая повторяется много раз. Да? Спокойно можно нам уйти с вами в ми венорме. Можно? Спокойно. И в таком случае мы все достанем. В ми миноре, если мы будем с вами звучать, то получится неплохо, потому что будет... Думаете, будет некрасиво? Вообще, я об этом раньше размышляла. Как это будет, когда песню все привыкли, что она такая звонкая, звонкая. Все так поют. А-а-а, там высоко где-то. Да-да-да-да-да-да-да. Это так. Это было так. Сейчас уже поменялся. Ну, как бы мода, что ли, на звук поменялась. Сейчас такими голосами, как Валентина Толкунова, мало кто поет. Практически никто. И такие голоса используются разве что тогда, когда надо красочки подбавить, как Витас, да, своими вот этими пиками. В основном все поют в том регистре, в той тесситуре, в том удобном положении, да, в примарной зоне, где может допеть любой человек. Мало кто из вокалистов поет там, где никто, остальные люди не достанут. Ну, немножко меняется все, да. А вот послушайте. Пою естественным звуком. И вы подумайте об этом, насколько это будет звучать. Ну, это будет во всяком случае естественно. Песню эту перепевали многие, в том числе Билан. Кто там еще? Кто только ее не перепевал. Все перепевали. Кто знает слова? А слова знают все. Посмотрите. Слышу голос, кажется низко, от соль. Слышу голос из прекрасного далека. Это плохо? Это неплохо, это красиво. Голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога. Кружит голову, как в детстве карусель. Разве это плохо? Когда это по голосу, хорошо, это красиво. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока в прекрасное далеко. Вот в этот момент артисты часто делают паузу и ждут, что зрители скажут. Надо только быстро сориентироваться. Прекрасное далеко я начинаю путь. И звучит нормально. И уже нету такого ощущения, что кому-то там наступили. А тем более, когда разогреешься перед концертом и все такое. Поэтому это очень важно, как вы подбираете репертуар. Еще раз напоминаю. Высокие ноты, дыхание и стилистика. Мощный голос или тоненький. Резонаторный звук такой, слишком тонкий, звонкий. Или он все-таки объемный и такой мотивирующий. Подбирайте песню под себя. Выбирайте тональность правильно, чтобы выглядеть хорошо, естественно и приятно. Я вам показала, что не обязательно быть в той же самой тональности, чтобы нормально звучать. Хорошо звучать, красиво звучать. Честно говоря, иногда даже когда позволяет диапазон захватить какие-то высокие ноты сильно, подумаешь 10 раз, кому они нужны. Потому что, ну, как бы, что на людей орать? Да, уже нету таких площадок и стадионов, где необходимо. А представляете, если вы, допустим, на телефончик записываете сториз, где вы, или там какой-нибудь рилс, где вы поете песню. И у вас там высокие ноты, так что глаза лезут на лоб. Кому оно надо? Хотя развивать голос необходимо. Ладно, обнимаю вас всех по музыкальному. Встретимся на канале Школа Фанации Жени Игоровой.